Привет всем дорогие друзья, с вами я Евгений Бабанов и это аналитика предыдущей серии проекта Другой Мир, где я провел ночь в заброшенной усадьбе Ниеме и записал сеанс АГФ. Ребят, дико извиняюсь, но сегодня у меня будет только закадровый голос, так как в единственный день, который мне получилось выкроить на запись аналитики, я попал в ДТП. Но есть и хорошие новости, в ближайшее время ролики начнут выходить чаще. Усадьба Ниеме была построена в 1913 году с применением самых передовых технологий того времени. До революции она принадлежала Ельмару Крузелю, племяннику старшего брата знаменитого учредителя Нобелевской премии Альфреда Нобеля. После революции Ельмар Крузель уехал жить в Хельсинки, где и умер в 1919 году. Виллу же выкупило финское акционерное общество, братья Мьятянин, которое использовало усадьбу как пансионат, а затем как туберкулезный санаторий, где по малоизвестным рассказам пациенты и сотрудники слышали какие-то странные голоса и даже видели силуэты фантомов. Итак, в этом месте было просто невообразимое количество разных звуков. То и дело что-то падало, мне казалось, что я слышу какие-то шаги. Но все эти звуки объясняются тем, что стены здания от времени уже начинают ломаться и какие-то мелкие части под своим весом просто отваливаются. Ну, кстати, вот насчет звуков, которые происходят. Видите, как стоят вот такие кирпичи, очень неустойчиво. Вот, и из-за... Вот, раз, и все, камень упал. Так что всяких падений и прочих таких штук здесь абсолютно не надо удивляться и думать, что это какая-то мистика. Когда я ночью начинаю бродить по дому, круг обзора сужен светом фонаря, плюс зная про то, что в этом здании кто-то видел какие-то силуэты. И здесь уже работает психосоматика. Мы начинаем видеть вещи, которых нет. Это что такое? Еще я обратил внимание на какой-то очень странный металлический звук, когда я заканчивал делать обход по крыше. Опа-на. Вы тоже это слышали? Единственное предположение, которое у меня есть, что где-то в траве был кусок арматура, который я не заметил. Наступив на него ногой, другой стороной он проскрежетал по стене или камню. В целом, если подумать с холодной головой, в этом месте не было чего-то такого, что реально сложно объяснить. За исключением одного момента, который обнаружила подписчица. На моменте, где идет запись камеры, расположенной в одной из комнат. В тот момент, когда я прохожу рядом по коридору, то где-то рядом с камерой слышно чье-то тяжелое дыхание. Но если бы там кто-то был, то скорее всего я бы его увидел, ходя столько времени по дому, записывая материалы, расставляя камеры. И если бы это был человек, то скорее всего он бы просто стащил одну из камер, пока я спал. Так что я могу предположить, что этот звук был ничем иным, как обычным сквозняком. Так как камера стояла рядом с окном, а все это здание просто усеяно различными проходами, в которых так или иначе образовываются порывы ветра. И скорее всего микрофон на камере их и уловил. В этот раз я делал большую ставку на то, что через ЭГФ получится записать что-то интересное и пугающее. Но как я не старался, у меня получилось разобрать только три звуковые дорожки, где действительно можно разобрать что-то похожее на слова. И вот как они звучат. Где ты находишься? Как ты умер? Есть ли жизнь после смерти? Мне кажется, что в этот раз я, возможно, плохо настроился. И в следующий раз надо будет задавать вопросы и проговаривать их в уме. Максимально концентрируясь на том, чтобы кто-то из тонкого мира меня услышал. Если таков существует. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Надеюсь, он вам понравился. Так что не забывайте поставить лайк и подписаться на канал, если вы еще не подписаны. И до новой встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok